Подготовка к спортивным играм идет не только на коммунальном уровне. Прямо сейчас финальная стадия реконструкции самых старых, или лучше сказать, исторических объектов универсиады. Что появилось на месте стадиона Енисеи? Вернут ли строители советскую мозаику? И почему на центральном стадионе мест для зрителей после ремонта стало меньше? Анастасия Цыганова побывала на стройплощадках. Мы в строительном штабе стадиона Енисеи. Вот так он будет выглядеть. Сейчас посмотрим, как все происходит на самом деле. Темпы бешеные, потому что первую сваю здесь забили только в апреле, а уже... От старого стадиона здесь осталось только место и название. Стены строителей из Кимерова возводились с нуля. Но главная фишка проекта даже не армированный пол в 11 тысяч квадратов. Крыша. Вид спорта все-таки зимний. Да, тепло, да, комфортно. Может быть поменялась атмосфера какая-нибудь. Все-таки все привыкли, приходим, мерзнем. Когда демонтировали стадион открытый, то есть те болельщики, которые десятилетиями болеют, сидят на одних местах, лавки распиривали и уносили. Ну, хочется, чтобы на этом стадионе тоже традиция боления была настолько как бы именно как семья. Вместимость 5000 человек. Потолочный свод из сосны. Похож на скелет ихтиозавра. Но дело не только в красоте. Оказывается, дерево безопаснее металла. В случае пожара дольше держит форму. Для России единичное решение. Вес каждой полуарки 47 тонн. Сдача объекта – декабрь. Здесь пройдет молодежное первенство мира по хоккею с мячом. Здесь 10 раздевалок, вот прям с выходом на лед для детей спортивной школы. Свой тренажерный зал. Работать стадион будет 11 месяцев в году. Прокат, гардероб, буфет – все это имеется. Да. Сидения пока еще не установили, но они тоже будут из дерева. Представьте, из сосны. Причем спинка и место для попочки будет мягким. Так что красноярцы, пусть хоть кто-то из гостей попробует нацарапать там. Здесь был Вася. Придет лично главный тренер и надает. Это бронестекло, которое защищает посетителей, назовем их так, ресторанов. Чтобы мяч не разбил, конечно. Ну, Владимира Владимировича там свое стекло будет. То есть четвертый этаж, вип-ложи. И вишенка на этом ледяном торте. Помните историческую мозаику на старом стадионе, при демонтаже которой было так много скандалов? Так вот, сюрприз ее восстановят. И один из фрагментов будет прямо здесь, у центрального входа. У центрального стадиона дела тоже хорошо. Первый футбольный матч здесь пройдет уже 2 сентября. Хотя официальный срок сдачи – октябрь, конец. Стадион – объект хитрый, исторический. Это все объект культурного наследия, поэтому строителям нельзя было менять все. Вот, например, на этих колоннах оставили специальные следы деревянной опалубки. Вот смотрите. Хотя технологии не стоят на месте, можно было бы сделать по-другому, но нельзя. Его реконструкция сопряжена с особыми трудностями и сложностями. Футбольное поле осталось нетронутым. Количество зрителей немножко уменьшилось. Раньше были одни параметры, сейчас другие. То есть, там, по количеству туалетов. Прямо сейчас идет установка сидений. Всего 15 тысяч. Вот так они будут выглядеть в собранном виде, из пластика, но, говорят, очень прочные. Из нового здесь заменят вот эти лампы, которые работают на стадионе с 67-го года. Давно их пора менять. Говорят, что новое оборудование, когда будет работать, то на стадионе ночью будет как будто бы день, пообещали нам сразу в двух министерствах. Во время универсиады именно сюда будет стекаться вся информация о соревнованиях. Здесь будет оперативный штаб. А после игр сюда же планируют вернуть местных спортсменов. Например, легкоатлетов, у которых сейчас нет хорошей открытой площадки. А вот реконструкция дворца спорта имени Ивана Ерыгина под грифом «Секретно». Нас туда не пустили, но рабочие вышли на обед и рассказали. Внутри чуть ли не несколько этажей приходится делать с нуля. Майский пожар уничтожил отделку. На реконструкцию у рабочих, говорят, два месяца. Хотя в мае власти заявляли, восстановят все к сентябрю. Все сгорело, все панели, вся обшивка, все сгорело. Ничего там нет. А сейчас вы что делаете там? Мы убираем старый материал, затаскиваем доски, новый материал поднимаем. Ну, через два месяца все нормально будет? По красоте? Анастасия Цыганова, Сергей Польшаков. Новости Прима.